Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новая волна 80-х. Здравствуйте. В эфире программа «Содержание» на радиостанции Финам-ФМ 99,6. И у меня, вашего ведущего Александра Лепницкого, сегодня в гостях необычный гость. Здравствуй, Илья Логутенко. Здравствуй, Александр. Что ж ты, я такой необычный? Неужели нельзя представить меня встающим в воскресный день и торопящимся на радиостанции? Знаешь, что необычное? Потому что группа «Мументроль» для меня вообще занимает совершенно какую-то особую нишу в нашей отечественной рок-музыке. И так было с самого начала. И с самого начала, когда я привел своих маленьких детей на ваш концерт «Горбушку». Помнишь ваш первый концерт «Горбушки»? Да, 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 конечно. Такое истеричное и интересное, и такое было время бурное, 90-е. Вот, хотя на самом деле у вас же длинное, длинное рок-н-ролльное развитие. И как это было в 80-е годы? Я так понял, что тебе же был совсем... Ты еще учился в школе, когда «Мументроль» был создан. Мне, конечно, все это... Я только с улыбкой вспоминаю, когда говорят об истории группы «Мументроль». Нет, это не история. Нет, флюиды. Флюиды в Приморье. Да, но у меня есть документальное свидетельство об организации моей первой рок-группы, потому что мой дедушка заставлял вести меня дневник в то время. Я, может быть, этого не очень бы и хотел, но когда он мне предъявил свои дневники, которые он вел там мальчиком в 20-каком-то году, то на меня это произвело, соответственно, большое впечатление. Я подумал, что даже если писать «я встал, пошел в школу, получил там 3-4-5», вернулся в школу, пообедал, сделал руки и лег спать, то это вот какое-то такое полезное дело я буду делать для себя, почему, не знаю. И в один из таких дней до сих пор я храню эту конечность к нам было, что ко мне сегодня пришел мой друг Пашка. Пашка жил этажом сверху. Мы сначала играли в «Солдатики», потом, я уж не помню, в «Машинки», еще чего-то, а потом мы решили организовать рок-группу. Пашка играл на барабанах, а я пел и играл на гитаре. Но нужно понять, что гитары в нашем доме не было принципиально, была дедушкина балалайка. Но для меня она являлась гитарой. Это, конечно, был какой-то такой набор криков и шумов, но мы быстро выстроили собственную концепцию. Первым в нашем альбоме был рок-опера. Сразу же, вероятно, был под впечатлением услышанных у родителей. Песен с кассеты под названием «Jesus Christ Superstar». Поэтому сразу решили писать рок-оперу. Рок-опера называлась «Полет на Марс». Соответственно, состояла из первой части вылета, потом прилета на Марс, борьбы с марсианами и торжественного возвращения на обратно. Ну, смотри, ты принес подборку песен, которых я тоже мог бы охарактеризовать как твои дневниковые впечатления. То есть разброс. В какой-то мере, да, потому что нужно понимать, что 80-е года в портовом городе Владивостоке у нас не было. Ну, по крайней мере, я не принадлежал никакой там некой городской тусовке, да, или каким-то вот этим стилевым направлением тех или иных молодых людей. Вся музыка, которая попадала ко мне, попадала там через родителей, знакомых родителей, друзей, моряков и еще чего-то. И, то есть, тогда же не было никаких хит-парадов еще, на кого-то ориентиров. Было просто интересно услышать что-то новое. Вот, и поэтому вот эти жанровые направления, то есть меня интересовало определенно. Мне нравились обложки группы Кис, хотя, в принципе, я понимаю, что ни одной песни у меня в памяти, наверное, не осталось. Дальше весь тяжелый рок я ценил исключительно за оформление дисков. Но почему-то вот по душе именно так больше пришлось то, что потом стали называть новой волной, новыми романтиками и так далее. Ну и вот я предлагаю послушать первую песенку из твоего дневникового списка, группу, про которую ты сказал, я ее любил и тогда, когда начинал, и слушаю сейчас. И, собственно, группа The Cars, Blue Tip, это запись одна из последних. Да, это, кстати, их последний сингл, только что вышел альбома. Мне до сих пор все очень нравится, и песня, по-моему, ничем не отличается от... Если бы она вышла в восемь с каком-нибудь году, в этом, наверное, есть прелесть таких коллективов. Вот мы ее и послушаем. Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99,6, и мой гость Илья Логутенко, лидер группы «Мумитроль», вместе со всеми вами послушал одну из своих любимых групп с их новой композицией Blue Tip, The Cars. Почему я сказал, что гость у меня необычный? Потому что вы стояли и стоите особняком, я повторяюсь, потому что, пожалуй, единственная группа из постсоветской России, которая меня всерьез заинтересовала именно содержанием. То есть, что отвечает смыслу моей передачи. Именно потому, что содержание ваших песен принципиально отличалось от советского рока. А именно тем, что вы сумели внести какую-то легкость, эротику и штампы русского рока с его, в общем, тикотением к политике, к социальной критике, в общем, вас не коснулись. Как это у вас получилось? Виноваты ли в этом Тихий океан или родители? Ну, это определенно, наверное, влияние Владивостока, потому что город действительно жил какой-то своей особенной жизнью в советские времена. Город был закрытый, нужно это прекрасно помнить. То есть, закрытый даже, собственно, от собственных граждан туда нужно было получать что-то типа визы. Вот, приезжим в связи с тем, что там находилось много военных объектов, которые тщательно скрывались от посторонних глаз, вероятно. Но это был город у моря, город пляжный, не побоюсь сказать, потому что я тоже прекрасно помню, что все свободное время, мы мальчишками проводили именно вот у моря на пляжах, хотя они, может быть, были не крымские и не сочинские, я имею в виду такие более драматические. Но купальный сезон мы, честно, открывали с навигацией, то есть это в районе майских праздников обычно происходило. Вода была прохладная, но с вышки прыгнуть было милым делом на майские праздники. И вплоть, вот я помню, что мое день рождения, это где-то 16 октября, вплоть вот до середины октября действительно можно было купаться в Владивостоке. Так что такое, ну, вряд ли я назову это российской Калифорнией, но где-то, наверное, вот этот дух витал. Рок-клубы московские, ленинградские были очень-очень далеко, мы о них, для нас это было такой же диковинкой, как, в общем-то, и вот эти все музыки и записи, привезенные из Сингапура, Малайзии, откуда там моряки их привозили, вероятно, руководство есть только ценовой политикой, где подешевле. Вот. И идеологию, концепцию серьезно в голове, честно, не приходилось формировать, просто это было для меня больше такой некой игрой в ту какую-то параллельную реальность, если хотите, которая не была у меня дома, но где-то она так просматривалась, просматривалась на горизонте морском, что ли. Ну, в общем, девушки в бикини для ребят из группы Мометроль были не пустым словом и не каким-то обобщенным образом, как для ленинградцев. Конечно, бикини появились гораздо позже, но, в общем, да, где наши советские купальники можно тоже отнести. А ты хочешь сказать, что владивостокские девушки не покупали у моряков в бикини? Наверное, покупали. Я, честно говоря, никогда, только сейчас задумался о том, какая была мода на купальники на владивостокских пляжах. Ну, мы решили начать передачу с тех песен, которые ты слушаешь сегодня. И вот как раз ты рассказывал про сингапурские и малайзийские порты. И тут неожиданное название группы, о которой я ничего не слышал. XTX, да? XTX, это аббревиатура одного из китайских исполнителей. Мы, кстати, с ним как-то выступали на одном фестивале в Китае. Вы знаете, что меня сейчас поражает в современной рок-сцене Китайской Народной Республики? Это почти абсолютная схожесть с теми процессами, которые происходили в 80-х у нас. Конечно, другие чуть-чуть странно, но рок-музыка абсолютно в Китае не популярна массово. То есть это вот такая очень нишевая история на любителя, будем сказать. И песни, которые они играют, они очень-очень напоминают и по стилю, и по исполнению те песни, которые, скажем так, все это рок-клубное движение исполняло. Проверим. Название песни говорить сейчас бесполезно. Просто послушайте. В переводе имя группы исполнителя означает «холоднокровное животное». СОДЕРЖАНИЕ РУССКИЙ РОК В ЛИЦАХ Мы прослушали песню группы, которая в переводе называется «Холоднокровное животное», в переводе с китайского. И действительно, она напоминает моих друзей из группы «Кино». Кстати говоря, я вспомнил, что когда звуки «Мум» летали первый раз в Владивосток на гастроли, я тоже с большим трудом получал какие-то разрешения из районного управления внутренних дел Москвы. То есть на каждого из музыкантов группы это был прав. Да, и тоже весьма интересная история. Даже, наверное, Александр не помнит, но на разогреве у группы «Звуки му» выступала группа «Мумии тролль». Это действительно знаменитая история. Без меня. Дело в том, что я как раз проходил службу в армии, и те мои приятели, которые уже вернулись со службы, горели желанием продолжать группу «Мумии тролль» и сказали, что вот есть шанс выступить для публики на... Потому что будет концерт «Звуков му», которые приедут. Как, вот что делать, что делать? Я говорю, ну что, понятно, что я не могу никак прибыть, взять там какой-то отпуск, это же какая-то фантастическая история, и приехать. Но я говорю, ну что ж, выступайте, коли есть такой шанс. Говорят, это было, наверное, одним из самых провальных. Потому что я не запомнил. В выступлении, да, группы. Не знаю, наверное, ни у кого это не вызывало интереса, но такой факт присутствовал. То есть в свою, скажем так, биографию на те времена, как, знаешь, пишут, группа выступала там-то и там-то на разогреве у того-то и того-то. Что мы в свое время, честно всем говорили, что мы выступали на разогреве у звуков «Мумии», и, поверьте, для 1988 года это было. Но, видишь, выступление прошло так заметно, что даже участники... Концерта не помнят. Концерта не помнят, кто был у них на разогреве. Но, кстати, это еще раз подтверждает вот эти истории, да, что насколько это вообще необходимо и можно увидеть. То есть до тех пор, пока ты не станешь главным героем концерта, очень сложно, конечно, привлечь это внимание. Да, согласен. Согласен. Я сейчас пытаюсь вспомнить, у кого мы выступали. На разогреве у нас получилось не так, потому что мы выступали, да, на разогреве у Цоя, у Рыженко, у Васи Шумова, но они выступали тогда в Москве соль на 1984 году на нашем концерте, а мы, собственно, всей группой, поэтому сумели их затмить в какой-то степени. Скажи, пожалуйста, вот у нас в третьей песне стоит группа, которую мы все любили в 80-е годы, «Ультравокс», и у нее название «New Europeans». Вот многие считают, что Сибирь вообще не является частью, так, скажем, европейской России, не чисто географически, а вот по самому смыслу существования людей в этих затерянных огромных пространствах. А мне это казалось, когда я первый раз прибыл во Владивосток, я себя почувствовал как дома. Это европейский, на мой взгляд, город. Вот все-таки о своем родном городе. Расскажи немножко. Он, конечно, очень особенный, скажем так. И если говорить кратко, в Владивостоке всегда кажется, что ты видишь потенциал, как ему быть совершенно другим и еще более лучшим и интересным городом. Но он вот есть такой, как он есть. И люди его любят своей специальной любовью. Приезжают в него, уезжают. Это же город переселенцев, в общем-то, был. И есть, и является до сих пор. И там не самые лучшие географические условия, положа руку на сердце. Но что-то туда людей влечет. Вот те моряки, наверное, да, эти пароходы, мне всегда казалось, вот они уходят, но потом приходят. Они, может, приходят через месяц, через два, через десять, через года. Но люди возвращаются. И поэтому я всегда говорю, что и город любит своих жителей тоже такой своей специальной любовью. Это, наверное, не всепоглощающая любовь, а такая вот, где есть любовь и ненависть. Знаешь, такие вот отношения. Но всегда мне и моим друзьям, казалось, существуют вот некие параллельные реальности. Это, кстати, хороший сейчас был вопрос, потому что чем я занят в последнее время, вот с группой единомышленников мы создаем некое литературное произведение, такое «Владивосток 3000». То есть потому что «Владивосток 2000» благодаря песне «Мумитролля» стал таким определенным символом. Если хотите, Владивосток вот этого 90-х там и всего того, что происходило в стране. Но мечты о неком светлом будущем, они всегда были присутствуют. Как бы было то, если бы, если бы там Красная Армия не пришла, не дошла бы до Тихого океана, если бы в каких-то других, если бы китайцы напали на... Очень много «если» вот этих историй, такое мифотворчество присутствует в Владивостоке. И, наверное, «Владивосток 3000» это такая попытка разглядеть вот эту параллельную реальность, которая существует, наверное, в сердце у жителей и тех, кто себя чувствует вот этим подключенным к городу, несмотря на то, что находишься там 24 часа в сутки или по-другому. Ну и мы слушаем выбор Ильи Логутенко. «Ультравокс» «New Europeans» «Новые европейцы». Песня из 80-х, в 2011-м весьма актуальна. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новая волна 80-х. Илья, вот ты сказал, пароходы приходят и уходят. Ты, как приморский мальчишка, мечтал на этих пароходах поплавать? У меня, когда я был мальчишкой, у меня было единственное желание. То есть я понимал, что космонавтом мне не стать. Ну, как-то это далеко и трудно мне представлялось. Мало ли реалистичным. Я хотел, конечно, быть мотогонщиком, потому что команда «Восток» по спидвею, это, в принципе, наверное, была единственной вменяемой спортивной командой, у которой были реальные достижения в Владивостоке. Но как-то родители сразу мне так покачали головой, я понял, что с мотоциклетными гонками вряд ли сложится у меня история. Следующий вариант был, конечно, быть моряком, потому что моряк приходит и уходит, моряк путешествует, моряк видит другие земли, перед ним мир раскрывается совершенно по-другому. То есть такие романтические, в общем-то, представления, которые в первую очередь были связаны исключительно с путешествиями, и никак ни с чем другим. Поэтому осталось только выбрать вот эту морскую профессию. Всегда начинаешь с капитана, потом я помню, что мой дедушка любил подсмеиваться иногда на дому. Говорит, ну что, а ты знаешь, какая у капитана ответственность? Он говорит, лучше радистом быть. Я говорил, потом, хорошо, буду радистом, но для радиста надо изучать азбуку Морзе. Ты начинаешь изучать азбуку Морзе, а потом дедушка говорит, а вдруг ты передашь не ту телефонограмму. И вообще, нет, 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 лучше не быть радистом. Буду механиком. Механик тогда будет все время сидеть в машинном отделении и пахнуть соляркой. Вот, все, опять возвращался к капитану. И вот, в конце концов, я нашел себе должность, такую теоретическую должность пассажирского помощника, который, в общем-то, помогает туристам разобраться с их проблемами на этих белоснежных круизных лайнерах. Вот, и он обязан знать несколько языков. Таким образом, я, наверное, и выбрал восточный факультет. Ну, а служить-то на флоте было возможно? Ведь можно было... Не то, что возможно, было необходимо. В мои времена как раз совпал призыв в армию с тем вот годом, когда и даже студентов брали на службу, поэтому у меня не было шансов никаких не идти в армию, так как большинство, в общем-то, людей у нас попадало на флот. И таким образом я оказался тоже в рядах краснознаменного Тихианского флота. Вот, правда, в частях морской авиации выполнял свои обязанности на полигоне, чем назывался просто маленький остров в море, который прилетали бомбить вот эти самолеты и вертолеты с наших авианосцев, которые сейчас уже не состоятся на вооружении. И они должны были попадать в цели, мы должны были помогать это делать. Вообще от армии остались хорошие впечатления? Исключительно хорошие. У меня лучшие, наверное, такие самые надежные друзья остались именно с армейской службы. Тогда вот этот, да, так называемый студенческий призыв, люди были совершенно разные, но умели очень много даже в свои 18 лет делать своими руками. И, то есть, жизнь на нашем, скажем так, острове, точка, это тогда называлось, то есть, отдалённая. Всё зависело исключительно от нас. То есть, надо было... Хочешь, чтобы была вода, нужно было её выкачивать из-под земли. Хочешь, чтобы быть чистым, топи сам баню, баню мы сами строили. Даже хочешь, чтобы был свет, нужно было поддерживать вот эти все механизмы, машины, которые давали свет. То есть, это такая была реальная школа на выживание и взаимоотношения в коллективе. И могу сказать, что в этом возрасте, наверное, это одно из самых удивительных, таких и полезных опытов, которые может получить человек. Я, конечно, тогда очень переживал, что эти два года мне пришлось с друзьями не заниматься своими роками и популяризировать мумий и тролль. Но, как оказалось, время всё расставило на свои места, и, может быть, вот этот вот опыт в армии потом и пригодился мне. Твой выбор остановился на четвёртой песне, на песне моей любимой группы «Аквариум». Сегодня ночью кто-то. Собственно, наверное, ты соскучился в армии по своей группе и, в общем, по своей публике. Она ведь уже в какой-то степени была? Хоть пусть маленькая группа. Да, пусть маленькая группа товарищей, да, конечно, и друзей. Ну, всё это воспринималось действительно довольно несерьёзно на уровне просто такого общения. И понятно, что, когда я уже вернулся, начались все вот эти перестроечные движения. В армии я услышал и телевизор, и «Отечество иллюзий», и группу «Крови» кино. Это было, конечно, таким откровением уже, когда музыка, которая мне нравилась, переходила на новый содержательный этап. Но мне, наверное, всё-таки вот эти вот ранние 80-е русского рока остались наиболее близкими и искренними, если хотите. Там первые альбомы «Центра», «Аквариум», «Табу», «Треугольник», «Зоопарк». Я все эти вещи услышал исключительно в записи, на катушках, где-то там переданные через друзей. «Алису энергию» я лично привозил в Владивосток. Вот как-то тогда было такое сообщество друзей, которые друг друга знали, и я встречался с Тропилой в Ленинграде. Он мне передал... Я ему передавал свою запись, группу «Мобитроля», он мне передал катушку. «Отвези это во Владивосток», «Пусть ваши послушают». Так что энергия моими руками была завезена на Дальний Восток. И вот все эти записи для меня и есть. Вот та новая волна музыки на русском языке, которая мной в какой-то мере и управляла в том, что я создавал дальше. Ну и слушаем одну из ключевых песен начала 80-х годов. «Аквариум». «Сегодня ночью кто-то». «Содержание. Русский рок в лицах». И раз я слышал эту песню, и помню, как раз по приглашению Бориса Гребенщикова отслушал только-только вышедшую из студии Тропила запись этого альбома. Всегда это было очень торжественно в Питере. Мы слушали один из главных хитов «Аквариума». «Сегодня ночью кто-то». Здорово, Илья. Но, опять-таки, повторяюсь, про необычность. То, что ваша группа и ты лично своим имиджем и даже тембром голоса внес в российскую рок-музыку, принципиально отличалось. Пожалуй, это было первое принципиальное отличие, привнесенное в 90-е годы. Это, конечно, эротика в первую очередь. То, что журналисты, как-то я не знаю даже, с чьей легкой руки окрестили ваш стиль, а потом уже и Зимфиру и прочих всех остальных рок-попсом, мне никогда не близко. Я вообще считаю, это какое-то выдуманное и невнятное понятие. Это, я бы сказал, характеризует уровень нашей музыкальной журналистики. Ну, на самом деле, это понятие ради шутки я лично и ввел. Рок-попс-ство? Журналисты, да. Была такая история. Мы выступали в Японии, как раз-то был наш самый первый концерт. И в этой стране в конце 90-х университет Хоккайдо, который там с нашим дальневосточным университетом имел какие-то отношения, они, заручившись еще поддержкой центрального японского телевидения, сделали такую фантастическую вещь, там некий японско-российский фестиваль, где с российской стороны участвовали мы, а с японской какие-то такие монстры, вот этого глэм японского рока, на то время очень модные и популярные. Таким образом, все это событие привлекло большое внимание японской публике. И нам, конечно, было интересно, кто будет с нами выступать на нашей сцене. И я спрашивал у переводчиков, расскажите мне об этих группах, просто чтобы понимать, ну, в какой компании мы там будем. Я говорю, ну, что они играют, ну, какую музыку. И ребята пытались мне как-то описывать, и вот говорят, ну, как бы и не рок, и не поп. И им в беседе кто-то воскликнул, ну, знаете, вот как рок-опопс какой-то. То есть, в принципе, рок-опопс, это было такое шутливое название для объяснения, что вот в Японии подразумевают по рукам. Я сказал, какой замечательный термин, в общем-то, достойный термин рок-н-ролл. Я говорю, обязательно приеду домой, когда верну на какую-нибудь пресс-конференцию, и вот посмотрите, как за него зацепятся, за этот термин, и потом от него будет, то есть, подождите несколько лет. Вот мне говорят, да ладно, что ты там придумаешь. Я говорю, вот-вот, подождите, вот, видишь, подождали, действительно стало именем нарицательным. Вот, в общем-то... Есть еще другая вещь, потому что, в общем-то, попс во Владивостоке 80-х не было ругательным словом. Это, наоборот, было такое вот что-то очень модное, что-то очень значимое, отличающееся от другого. Именно поэтому одна из первых песен, которую мы сочинили, записали, называлась «Аллоу, Попс». То есть, это такое было как бы обращение к молодому человеку нашего времени, нашему потенциальному слушателю и поклоннику, которых у нас, в принципе, тогда не существовало, за исключением моего соседа Пашки. Ну вот мы немедленно и слушаем один из первых хитов «Мумитролля» – «Аллоу, Попс». У меня подружки из ближайших дискотек Заскользит по парням с полу открытых век Фигура пеплой мою берет просто Шанель И что не девочка, то просто новая модерела «Аллоу, Попс, 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 Попс» Скажу, я не даясь «Аллоу, Попс, 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 Попс» Я прихожу на связь «Аллоу, Попс, Попс, Попс» На веселье не жалеет времени и день В жизни, как в кино летит десять лет за миг Расставаясь с увлечением и остывшим вдохновением Зайду я новое, при этом лишь сказал «Аллоу, Попс, Попс, Попс» Скажу, я не даясь «Аллоу, Попс, 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 Попс» Я прихожу на связь «Аллоу, Попс, 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 Попс» Скажу, я не даясь «Аллоу, Попс, 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 Попс в исполнении изобретателей этого жанра группы «Муми-тролля» Илья Логутенко. Кстати, это был один из наших вообще первых опытов звукозаписи. Был произведен дома, в квартире у нашего приятеля, у которого просто была драм-машинка. Я считаю, что очень даже уместно и оригинально и современно звучит. Сейчас в моде такие лоу-фай стили. А если отвлечься от выдуманного тамбой и так удачно растиражированного по всей большой России термина «рокопопс», то я должен рассказать тем радиослушателям, которые никогда не бывали на концертах «Муми-тролля», что, безусловно, на сегодняшний момент это лучшая российская концертная группа. И это никакого отношения к «рокопопсу» и к «попсу» не имеет, потому что такой плотной, забойной игры на инструментах у нас никто не умеет делать. И, насколько я понимаю, вы вполне дееспособны на очень длинные гастроли. Вот я слышал, что только по Америке, Мексике и Канаде вы сыграли подряд 42 концерта. Это правда? Да, и того около сотни, наверное, мы там сделали довольно в короткие сроки, в основном играя в тех самых так называемых рок-клубах, маленьких, чумазеньких, но очень приветливых заведениях для публики, которая включает в себя и скучающих бывших соотечественников, и каких-то больно интересующихся экзотической музыкой, и просто заходящих местных пьяниц. Илья, наверняка, с точки зрения коммерции, это невыгодный турнет. То есть в России вы могли бы зарабатывать больше. Да, для нас действительно, наверное, вот такие долгосрочные гастроли за рубежом. В принципе, мы их все можем поменять на один концерт в Омске, например, или Новосибирске. Но я даже не знаю, как это объяснить. Вряд ли тут можно говорить о каких-то там амбициях завоевать мир, хотя это тоже присутствует. Когда ты считаешь себя лучшей группой на Земле, то, конечно, ты где-то подспудно хочешь действительно ей быть. И это не я эту мысль придумал. Если уж ты пошел в рок-н-ролл, то ты обязан быть в лучшей группе на Земле. Ты обязан завоевать весь мир. Потом, конечно, со временем приходят не то, что какие-то разочарования, а просто реалии этого мира, в том числе и какие-то финансовые, и моральные, и факторы здоровья. Если хочешь, и здесь просто ты начинаешь балансировать, искать какой-то свой собственный путь, условно, чтобы не изменять своим каким-то идеалам, которые, поверьте мне, все равно остаются в голове. Я всегда говорил, что, в общем-то, идея создания песен, я имею в виду, какими должны быть мои песни, с 80-х годов у меня лично в голове никак не изменилось. Вот просто, наверное, множество других впечатлений и факторов накладывают отпечатки. Поэтому музыка, исполнение меняется, дай бог, исключительно в лучшую сторону. А если учесть, что на концертах в России значительная часть аудитории – это красивые девушки, кто ходит на ваши концерты за рубежом в Америке? Просто это видно, красивых девушек, они в первых на виду. А уже такие малыши-карандаши, они, может быть, иногда поскромнее. Красивых девушек хватает, слава богу. А в Америке? И в Америке тоже, потому что наших красивых девушек, они затмевают все, обычно все. И, может быть, это лишний раз еще и какую-то аборигенскую публику привлекает на наши концерты, потому что они это тоже уже приметили. Приходят на ваши концерты наши эмигрантки, да? Да, это этот фактор. Но что касается Соединенных Штатов, там одна история, конечно, в Латинской Америке совершенно по-другому. Но там и люди чуть-чуть другие. Я всегда говорю, что вот та же Мексика, она так похожа на нашу страну. Ну, вот просто и система организации всех этих выступлений, фестивалей, там очень-очень схожи. И люди приходят на какие-то такие большие фестивали, оттянуться. Они очень искренне в своих эмоциях. Если им не нравится, они готовы закидать тебе бутылками и помидоры. Но если им нравится, то есть они будут стоять на головах, прыгать. Им совершенно не важен ни русский, в данном случае, ни английский язык, потому что на нем тоже там мало кто говорит в общей массе. Вот, и испанские. Как-то люди чувствуют рок в той же Мексике. Уж не знаю, как-то, наверное, это какие-то местные реалии. А концерты в самих Соединенных Штатах принципиально отличаются от концертов в России? По программе нет. Нет, нет. Я имею в виду все-таки какое-то общее настроение у публики. Вообще само... Что говорить, это огромная страна, и там действительно даже город от города все отличается. То есть понятно, что в Чикаго, Нью-Йорке огромные русскоязычные диаспоры от выходцев из Советского Союза, и которые прекрасно знают мумии и тролли, то есть поют и танцуют. То же самое происходит, что в столице у нас здесь. Но нам доводилось играть и в каких-то вот таких региональных, скажем так, центрах. Причем региональных, не совсем мультикультурных, как большие американские города. Вот такой вот американской глубинки. И где люди, да, может быть, скромнее выражают свои чувства, тем более по отношению к незнакомому совершенно коллективу. Но там другая какая-то, да, такая форма общения существует. То есть вот эти спокойные там посиделки до и после концерта публики и выступающих артистов, чего, конечно, вряд ли можно представить для нас в нашей стране. У нас это было в 80-е, если ты помнишь. Вот, да. Ну, наверное, да. Вот только это можно сравнение сказать. Поэтому мы, наверное, сегодня и начали с музыки в 80-е. Да, я помню, нас просто закидали записками на концертах в Владивостоке. И половину времени мы отвечали на самые любопытные вопросы. Ну, а если говорить о девочках, то привет, у тебя самые красивые три девушки. Недавно мы вместе с твоими дочками и супругой были на крещении дочки Артема Троицкого. И, кстати, сейчас давай-ка мы отвлечемся от вашей, так скажем, легкой, эротической и пляжной тематики, а поговорим о том, что у нас в стране все-таки есть какие-то симптомы наступления того самого, с чем мы жили в 80-е годы, когда и Мометроль был запрещен у себя в городе, и Звуки Му входили во все запрещенные списки. Тот самый наш общий товарищ Артем имеет сейчас два уголовных процесса. Вот как ты к этому относишься? Для меня это все кажется таким надуманной бредовой ситуацией, в которую просто не хочется верить. Тем более, что какие-то обвинения в оскорблении, да, одно от милиционера, другого от рокера. Знаешь, я тебя перебью. Вот не хочется верить, ты начал с дневника, который тебя уговорил вести дедушка, а я перечитал, буквально вчера закончил замечательную книгу, которая занимает особое место в истории литературы, дневник Анны Франк, «Убежище». Ну, не читал? Если не читал, прочти. Это про 13-летнюю девочку, которая вела дневник. Ну, там есть эта мысль, она все время прослеживается, можно сказать, у подростка, у ребенка, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. У тебя таких мыслей не было? Вот именно в связи с делом Артема. Ты знаешь, у меня в связи, вот ты тоже вспоминал, там, о запрещении списков 80-х, которые существовали. Я помню, что я видел тот самый список за какой-то некой печатью, там, крайкома чего-то, комсомола, где на печатной машинке было написано, что группа «Умитроль», там, я уже не помню, что там, нельзя ее ставить на каких-то там местных дискотеках, которая, в принципе, там была одна или две. Вообще в городе, с другой стороны, вот, ей-богу, никто лично ко мне никогда не подошел, никакой там страшный офицер КГБ или еще чего-то не запугивал, не говорил, что я занимаюсь не тем. Поэтому для меня это все представляется, вот, действительно, какой-то такой ситуацией. Вроде оно действительно есть и портит тебе жизнь, но так ли это все на самом деле? Потому что, действительно, получаются все какие-то интриги и завуалированные конспирации и теории, но которые потом превращаются, да, в какие-то конкретные, не очень приятные события. То ли, действительно, история какими-то кругами ходит вокруг да около, и насколько мы можем на нее повлиять? Потому что, вот, если разобраться, да, вроде уже на баррикадах постояли. Совсем недавно, вот это, как вчера. Двадцать лет назад, да. Все было, как вчера. Вроде разобрались совсем, вроде расставили точки над «и» и остались тут только нормальные люди, с которыми все вместе, да, давайте заниматься тем, что нам нравится, и делать. И тут, бац, вот опять происходит, как будто все то же самое. Поэтому, в первую очередь, мне, конечно, хочется обратиться вот к этим людям, которые обиделись на высказывание Артема. Ну, для меня это такая же ситуация, как какой-нибудь... Мой сосед жгет мусор, я ему говорю, слушай, не жги мусор, потому что у меня дети спят на балконе, а он посылает меня подальше, да. И я понимаю, что мне нужно идти в суд сейчас и сделать так, чтобы его посадили, потому что он оскорбил мои, там, не знаю, религиозные, еще какие-то чувства, назвав меня так-то и так-то. Но вот что-то здесь вот совсем неправильно. И это, наверное, такое послание конкретным людям, которым, наверное, нужно задуматься о том, как... Слушай, Илья, дело же не в том, что обиженный Артемом милиционер подал на него в суд. Дело в том, что концерт, который, например, не далее как в пятницу должен был произойти, 10-го числа, уже был перенесен из Центрального дома художника на директора, было оказано давление, так что видно, что это спланированная кампания. Да, и самое ужасное, что мы сейчас сидим и говорим, видимо, может быть, да, и где действительно правда, вот это самая ужасная вещь, что мы действительно просто не знаем, где правда. Ну, тебе ли не знать, как сильно закручены спирали интриг у нас в обществе. Вот ваша группа, по-моему, много лет подряд выдвигавшаяся, как лучшая группа на приз МТВ, проигрывала, в общем, совершенно заурядным коллективом. Нет, понимаешь, но это все уже такие смешные вещи, да, раздача, там, не знаю, каких-то призов и слонов. То есть я лично на это давно, не воспринимая всерьез, с этого идет игра такая у всех, но, с другой стороны, да, это игра. Иногда получается, что люди заигрываются, и все это. Кстати, Василий Шумов, лидер группы «Центр», ждет от вас видеоролик. Он есть. Отлично. Ну что, будем с тобой прощаться. Спасибо, что пришло, по-моему, летнее настроение, которое всегда вселяет «Муми Тролль» своими песнями, на меня лично. Ну, думаю, что и на миллионы ваших поклонников сегодня было вполне твоим выбором музыкальным продемонстрировано. Спасибо. И на дорожку ты предложил послушать песню «Приключения». Кто ее исполняет? Я считаю, что за последнее время, кстати, да, мы много говорили о том, что случилось в нашей музыке, но что случилось за последнее время. И вот мне кажется, что в этом году вышел единственный альбом, который более-менее меня заинтересовал, это альбом «Муджуса». Это, насколько мне известно, такого подпольного электронного музыканта, который наконец-то решился сделать песни. Песни со словами, причем на русском языке, что сейчас довольно такое редкое явление среди молодых групп. Музыка эта, в свою очередь, мне показалось, что она очень и очень перекликается с тем самым нью-вейвом, которых мы очень любим. И, может быть, даже в этом плейлисте мы как-то и вряд ли угадаем, в какие года эти песни выходили. Хотя лирика и текст здесь много определяют. Так что вот, наверное, одна из самых знаменательных работ этого года – альбом «Муджуса». Ну что ж, спасибо, что пришел к нам в гости. До свидания. Спасибо большое, Александр. До новых встреч и всегда вам содержательных содержаний. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого. О самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне восьмидесятых. ООООООООООН. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...